ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто пишет ему сообщение? Замена телефон! Что? Я это делаю не в первую разу! Это что такое? Я еще любишь? Кашей ММ отчислен! Значит, ну, Платона выгнали за драку. Думаешь, Диму не выгонят? Кто? С этого дневника? Серьезно? Ну что, друзья, наша цель до нового... И всем огромным привет, дорогие друзья! Я с вами Михаил Юрьевич Пацан. И сегодня будем снимать для вас ролик от первого лица в школу 5-й выгнали из школы с позором сорвали пестсовет. Ну, давайте посмотрим эту реакцию, заценим лайки, подписываемся и приятного просмотра! Вот и 4 миллиона подписчиков! Если ты еще не подписываешься, подпишись! И как только под этим видосом собираем более 150 тысяч лайков, тут же публикнем на лайки. Приятного просмотра! То есть, уроки еще не начались, а тебе уже нужна таблетка от головы? Я просто просто себя чувствую. Знаю я ваши головы. Таблетка от головы. Может, в психушку надо записаться? Знаешь, сколько у меня таких за день больных приходят, как ты? А вы ему сразу выписайте успокоительную таблеточку. Она ему сегодня очень пригодится. Да, Дмитрий? Здравствуйте, Алексей Евгеньевич. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. А чего это ты меня избегаешь? А с чего вы так решили? Ну, в лифте мы с тобой не встретились. В школу ты пробрался тайком. Значит, избегаешь. Вы не можете... Наверное, Дима боится Алексея Евгеньевича. То, что он это... Понятно. Пару слов. А лекарства я ему сам выпишу. Буду очень рада. Если вы таким ученикам, как он, будете лично выписывать лекарства, у нас и заболеваемых будет меньше. Ну, вот и ладно. Кто, Дмитрий, дневник принес? Или, может быть, узнал автора этого бессмертного сочинения? Тут такая ситуация, Алексей Евгеньевич. Не конец. Али-ли-ли. Какое несчастье. Дмитрий, ты знаешь, что я должен с тобой сделать? Да, чистый. Директор в виде скелета. Родное количество. Да, да. Тухлая рыба в шкафчике. Разбитое зеркало. Твоя мамаша ударила шокером нашего охранника. Очень... И что орала? Полушала учителей на кладного руководителя. То, что он начинает на нее... То, что она... Помню, она не имеет права крестить над женщинами. Вот кладный руководитель лекарь конченый. Просто. Совершие нарекания от нашего нового техника, Дмитрий. Не много ли я? А я взамен вам рассказываю всю правду про моих одноклассников. Правильно рассказываешь. Только почему-то обманываешь. Я не знаю, кто автор дневника. Но он был у меня дома. И его постирали в стиральной машине. Какое несчастье? Постирали? Какое несчастье? Да, Дима. Я не могу нормально... Я, потому что у меня гуру так болит. До тех пор болит и болит, ребят. А ты знаешь, Дмитрий, у меня в гараже... ...зыратис стоит. Только я его почему-то никому не показываю. Обалдеть. Дмитрий, если до начала урока я не увижу на столе дневник, или хотя бы не узнаю автора этого бессмертного сочинения, ты знаешь, что с тобой будет? Вы меня действительно выгоните из-за дневника, автора которого я даже не знаю? А между прочим, Дмитрий, я из-за меньшее готов отчислять людей. Вот мне Рашида Жавдатовна по секрету сказала, что в вашем классе еще один кандидат на отчисления нарисовался. Это кто? Ну, а тебе я желаю удачи. И с этого дня сначала педсовет, а потом отчисление. То есть будет педсовет? И потом отчисление. Учителя же должны узнать своих героев. Да, кстати, таблеточку тебе дать? Вигенно, блин. Круто тебя избили в туалете. Хотелось бы, чтобы повторили. Жаль, что не посмотрел уже все. Да что за фигня происходит? Капец. Что, Димон, страшно, да? Возможно, да. Ты зачем маме показал мое сообщение? Она сама телефон взяла. Вот если бы бабушка взял мой телефон, я бы ей... Ты бы ей ничего не сделал. Ну да, тоже. Он, типа, думал, что бабушки может что-то сделать. Да и на самом деле нет. Все-таки разговорились. То, что это я сидел в школьном туалете у меня в стенке. Тогда ты окажешься на этой доске. Да то я буду с чистой совестью. Тебе когда-то мешала твоя совесть? И почему ты сказал то, что Наташа тебя еще любит? О, Дмитрий. Так, скажите мне, что за сообщение? О, форма чья-то. Ой, главный телефон. Ну, про что Рашид даже в натуру? Слушайте, ваша мама охранника, простите, вырубила из-за угроз. Так вот я спрашиваю, что за угрозы приходят вам на телефон? Ну, там... Да что там? Давай, рассказывай, живо. О, у нас новенькая будет. Новенькая. Дмитрий. Ну, а чья эта форма? Нет, угроз. У мамы просто временные трудности. Слушай, Дмитрий, может вы уже откроете? Дима, ну хватит терпеть. Давай, открой глаза и рассказывай живо. Вот, и расскажите, что с вами происходит. Ну и restаньте выиграть в молчанку, но я же и так все знаю. Она красивая? Да, Александр. Все, Александр, новость челкова для тебя пришла. Почти как вы. Значит, стремная. Боже мой, Александр, вы что не видите, что я занята? Что? Да, и так я пошел. Так, и выиграть в молчанку. Я все еще злиться. И твои проблемы, что тебя отчисляют. Ты про то, Оля, тоже рассказала? Александр. Почти как вы. Бля, извиняюсь. Значит, стремная. Боже мой, Александр, вы что не видите, что я занята? Да так и видно. Что за форму у нее? Твои проблемы, что тебя отчисляют. Ты про то, Оля, тоже рассказала? У нас еще кого-то отчисляют. Или новенькая. Реши, ты в руках не взял шинскую форму. Ну, если кого-то отчисляют, ты их все же... Ой, капец. А кто, кого отчистили-то? Не поменяют, какая-то форма. Лица, значит, пахнет интересненько. А Ромка что, отрабатывает свое наказание за канистру? Меня отчисляют, ребят. В смысле? Ты шутишь? 2.30. Ромка, ты в курсе, что в нем... Не отчисляют из этого тупого дневника. Значит, слушайте меня сюда. Из-за ваших приколов с тупорылым дневником, автора которого я прямо сейчас найду, Дима собирается отчислить. Какой-то по счету раз за месяц Диму планирует отчислить. Если планирует, значит, есть. За что отчислить? Даже ваша Наташа говорила, что если бы он хоть один год нормально проучился, проблем бы не было. Если бы вы не вернулись, то проблем бы и не было. Этот дневник пишешь ты? Я так понимаю, уже весь сквозный этот... Наверное, камеран подготовил руку, чтобы дать полотону за то, что он это сделал. В маленьком гимничке, где ты пишешь все про всех, да? Где там было написано, что это мой дневник? А че же еще, если там написано про всех, кроме тебя? Че? Как вы еще будете разбираться в этом пустом и никому не нужном мусоре, а? Саша, все, что не происходит, происходит так, как должно было бы быть. Это он про что? Про то, что стал терпилой? Короче, терпила, тебя отчисляют. Значит, прими так, мужик. Собирай свои манатки, бери свою подружку, а точнее эту... Да, давай, забирай эту подружечку, твою... Эту... Ктиушу, эту подружечку, и Германа ту порой, и все, и... На, валите нахер, туда. Хорошо. И с катертью тебе... Какова моя фраза, ребят? Остальные сели все по своим местам и готовимся к уроку. Если кто не помнит, я старост. Если... Да всем пох... Тут и староста. Кто-то еще не сделал домашнее задание, у вас есть время подготовиться. Орех, если ты до сих пор не вымыл школьную пораду... Дай, 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 пошупим. Дерзкого подружечка, и бегом косяки исправлять. Ты сейчас пойдешь к уличной, параши, мы. Если будешь орехом, ты понял? Я тебе сейчас эту перчатку... Принцип понял. Если еще хоть одно слово скажешь, я две перчатки надену. Маня, я этот хасбик щемить буду. Почему из этого класса разносятся столько бранных слов? Кто-то может сказать мне орех? Так орех больше не староста, бабушка. Староста теперь этот осел. Я не бабушка. Я, Софья Андреевна, вам ученик, комран. Поверчу. Вы почему... Почему бабушка? Ой, почему Софья Андреевна, а не бабушка? Вот мне интересно. Вы, будучи старостой класса, нарушаете дисциплину. Ксюша, вы почему постоянно идете на поводу у него? Вы бы лучше не под дверями послушивали, а чуть лучше математику преподавали. Сядься на место, ученица. Видишь ты, выскочка какая-то, ты посмотри. Капец. Я не могу сижу. И... Где уж он, Наташа? Попытайся не думать о плохом. Директор уже решил все проблемы, а Рашиде Жадатовна пообещала разобраться с рыбой. Ну, а то, что твоя мама ударила охранницей электрошокером, это мне твои вины. А... Я не думаю, что тебя кто-то будет исключать из-за дурацкого дневника. Кстати, а как директор узнал про меня? На вырванной странице в дневнике было написано, что ты целовалась не только с Дерзким. Я тебе хотела это показать. Да, Дима, я целовалась с Дерзким и с тобой. Мы же это уже все проходили. И если бы это было бы не так, то я бы сказала. Дима, у тебя мы тоже не целовали. А чего она мне писать должна? Слушай, она мне просто не отвечает. Интересно, о чем Софья Андреевна разговаривает? Вот так интересно. Куда Дерзкий опять снулся? Так, я не знаю, чья это форма, но уберите ее, пожалуйста, с моего рабочего стола. Дмитрий, я не знаю, что у вас происходит в последнее время, но мне очень хочется, чтобы все ваши трудности решились по справедливости. Она, наверное, в курсе, что его могут отчислить. Она уже поняла. Знаю, что вы хороший мальчик и очень хочу, чтобы этот день у вас был хороший. Но мне звонил директор и сказал, чтобы вы привели маму в школу. Мне показалось, или я слышал что-то про маму Диму. О чем? Да, мне показалось, что ты своей Ксюшей еще целовался. Или показалось, что ты в окно кого-то увидел. Например, привидение. Или, например, опаснее ничего зомбака. Вообще, вместе сидите. Я вас рассадил. Софья Андреевна сказала, что ты будешь... Всем похеру, рассадил ты или нет. Следующий, кого мама Дима ударит шокером. Так что за базаром следи и помни про вторую перчатку. Угрозы на уроке математики? А что, учитель даже ничего не сделает? Сейчас я что-то делать начну. Хотите? Дмитрий, вам передали вам вопрос. Вы про маму? Мне очень жаль, что вы меня не слышали весь этот месяц. Мне очень жаль, что сегодня финал происходит. Для некоторых из вас. Финал, о котором мы вас предупреждали. Всех учеников. Жалко. И ваш класс, в частности, с некоторыми вы учились с пятого класса, с некоторыми учились и раньше, с некоторыми имели счастье познакомиться недавно. Жалко. Школа – это место, где ученики получают знания. Они занимаются непотребствами на регулярной основе. Дмитрий, педсовет в составе учителей вас ждет. Я думаю, вы понимаете, по какому поводу. Дмитрий, вы хороший ученик. Были, есть и будете. Не всегда только виноваты вы, но и ваши родители тоже. Это касается всех вас. Директор вообще полный дурак или что? Даже Авдатовна выдала просто разрывную. Тардовна, мой любимый учитель. Маньяк. О, маньяк, прошу. Вы такой проблемный, что даже человека из министерства прислали, чтобы проконтролировать ваше отчисление. Даже министерство приехало. Вот это хренеть. Мама, я тебе клянусь, чем хочешь. Миллионы людей могут сказать, что это был не я. Миллионы людей, Дима. Ты дерзкий Саша и Полина? Здравствуйте. Дмитрий, да? Дождите, пожалуйста, решение уже окончательное. Меня просто позвали. Я ничего не знаю. Можешь заходить? Вот оно мне надо, скажи. Ты же сама просила меня отчислить. Но из моего участия. Ты самая худшая. Закрой. Ай, не бей меня. Молчи, сказала. Дмитрий, ученик восьмого класса. Это его мама. Дмитрий, вы в курсе, почему вы здесь? Для того, чтобы быть обозоренным. Из меня потом сыграть нашивку при всех. Чтобы нашивки сразу. О, Арнедович стоит. Наверное, хочет поддержать Диму, что он не виноват. В прошлый раз кто-то по-другому все тут было. Да, и директор другой. А вот ученик тот же. Не знаю, как было. Я знаю, что с этим учеником необходимо прощаться. Нарушение дисциплины, срывы уроков, конфликты со сверстниками, конфликты с работниками школы. Это на секундочку взрослые люди уже. А вот этот человек, который пришел делать Диме полку. Чему вы все проблемы сваливаете на него одного? На вашем месте я вообще молчал бы. Давно понятно, в кого он такой растет. Я уже говорила, вы не должны так разговаривать с женщинами. Да вы не женщина, вы ее порочи. Так, я очень попрошу, не ведитесь. Да, вы уже это, вы не мужик, вы самое тупое осел, которое это приедает эту историю. Тебя так, как ведут наши дети, из-за которых мы здесь собрались. По его вине, вы отвлекались от работы. Он что, вас оскорблял? Я ему с первого знакомства сказал, что к директору пойду. Но его это не остановило. Так же бранную речь использовал. Мой адрес. Ясно. Так, хранил рыбу в школьном шкафчике. Я слышал, техничка еле отмыла. Значит, было. Понятно. Рассыпал муку на одноклассник. Такое было. Ну, не могу сказать, что это был... Вы так следили за классом, Леопольд Тернольд? От себя для полного стал свидетелем коридорного творчества данного ученика в свой адрес. Вот, Дмитрий, ты мне скажи, сколько раз мы с вами беседовали в моем кабинете, а? В нашей беседе кто-то не сдержал слова. Мне очень жаль, что это были вы. А ведь могло быть все по-другому. Если бы я дневник принес? Вы еще и дневники у них забираете? Ну, это, так сказать, характеристика, чтобы им было легче устроиться в другой школе. Ну, эти нюансы мы попробуем смягчить, хотя не думаю, что они им пригодятся в дальнейшем. Вы не шутите сейчас? Это все реально? Дневник, если вы думали, что с вами в игры играют, то мне вас искренне жаль. Так зачем тогда показуха спецсовета? А может, теплом жаль. Специально делают, чтобы вы выиграли. Это я вот знаю. Вы нашли вку и все. Какая школа в начале учебного года нас возьмет? А вам не без разницы? Вы же сами сколько раз говорили выгоните его, выгоните его. Доволен? Весь в отца своего нигде подолгу не задерживаешься. Давайте вы об этом поговорите дома. Дмитрий, мне вот действительно... Очень жаль, что ваша история закончилась именно так. Соберите часы, ну, попрощайтесь с одноклассниками, а документы заберете у Рашиды Джавдата. Форму можно на память оставить? Нет, нет. Сдайте Рашиде Джавдата. Позор семьи. Чего сделать не можешь? Я, между прочим, нам вот эту формулу деньги сдавала. Ты меня слышишь? Ты уже все сделал, что мог. Ты куда? Рашиде за документами. Неужели это конец? Друзья? Девушка? Димон, не будь сэконом. Пожалуйста, не будь. У меня такая же ситуация была. Ну, я же не рыдал. Мне было как-то пофигу. Но, значит, это другие девушки, это, да. Я даже не виноват в этом. Может, ты еще на колени встанешь? Что ты хочешь? Заходи. Меня только что выгнали, дерзкий. Не только тебя выгнали. О, Димон, дерзкий пошел. Давай, заходим вместе с тобой. Отстань от меня, пожалуйста, сейчас! Либо ты сейчас берешь себя в руки и заходишь вместе со мной, либо как баба заберешь документы и сдаешься без боя. Я это... Что это? Я не понял. Вы случайно двери не перепутали? Дмитрий, документы не здесь. А документами до или после туалета нужно пользоваться? Ну, ты сказал... Дерзкий. А у вас еще и со слухом проблемы. А я думал, прохитение. Он у вас уже очислен, только претендует на очисление. Да заткнитесь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вы для чего в школу устроились? Работать? Или чисто самоутверждаться за счет унижения учеников, а? Может, у вас комплексы какие-то? Да вам такие, как Леопольд Арнольдович Стэн. Знаете, что надо? Хотя вам уже ничего и не поможет. А вы? Алексеев, мы же с вами в прошлом году были горой друг на друга. А сейчас? Отчисляйте учеников налево и направо. Да что там отчисляйте? Вы ломаете судьбы, ни в чем не повинны детей. Вы кого классно назначили? Чем вы думали в этот момент? Может, перед своим шнобелем проблем вообще не видят? Дерзкий. Вам маршивка не мешает? Может быть, вы вслед за Дмитрием пойдете? Догоните его. Это же не ученик. Это какое-то рыжее пятно на теле. А вы типа не рыжее пятно. На белом ковоне. Ой, белая конь. Наши школы. Это пятно хотя бы имеет достаточно IQ, чтобы сначала разобраться в ситуации, а потом принимать решение. Че молчим? Че, сказать нечего, да? Для начала, может, извинитесь перед учеником? Дерзкий, успокойся. Димон, не ссы. Ты ни в чем не виноват. Деда, вы слышите, как разговаривает ученик? Или вам в двери интересны? А вам не смешно, что вы клоун? Просто после таких слов обычно заходят дети и говорят «Не выгоняйте нас, не выгоняйте!» И потом все заканчивается на хорошей ноте. И в этот раз не так. А этот человек действительно изминистер? Он хотя бы за детей переживает, в отличие от вас. Дерзкий, залезь со стола. Ты что, не понимаешь, что это отчисление? Алексей Евгеньевич, я прекрасно знал, на что иду. Я не боюсь этих ваших отчислений. Вы знаете меня, и знаете мой характер, и знаете, что я не буду молчать, когда несправедливо обвиняют ученика. А вы? Кто вообще-то в плотнике? Плотник, техник, строитель? Не важно, вы действительно собираетесь работать в этой школе? Тогда мне вас жаль, если вы будете... Да, этот строитель. Хрен офиг. Раньше, хоть этот трейдер раньше уши был. Кстати, работа в этом месте вашим главным достижением. Собственно, о чем я и говорил. Собственно, жду от вас извинения. Что это за цирк? А вы цирк еще не видели. Я там с носом был. Алексей Евгеньевич, вы почему молчите? Вы же директор. О, хорошенько. Берзкий, ты с ума сошел? Ты зачем на стол залез? Объясни мне, ты думаешь, что после того, что ты мне сказал, тебе все можно? А что, нет? Я сказал, слезь. Перед тем, как вы начнете, я хочу, чтобы они извинились перед учеником. А стульчик мягкий тебе не подвинуть, чтобы удобнее представление было смотреть? Алексей Евгеньевич, насколько я помню, Речь шла о разборе поступка матери Дмитрия на пиццовете. Я что-то не припоминаю, чтобы кто-то что-то говорил об отчислении. Мне кажется, Рашид пришел защитить Диму, и он не виноват ни в чем. Что это же в датах? Я понимаю, что вы зауч в этой школе, но директор в этой школе я. И ученик должен нести ответственность за свои поступки. За какие? За рыбу! За рыбу. Унитаз посреди коридора. А не только у этого ученика, очень длинный список. Честно говоря, ему так даты, ребята, просто не представит. Лев Анатольевич, вот когда у меня вдруг возникнет вопрос по истории, я тогда непременно поинтересуюсь вашим бесценным мнением. А покуда помалкиваете, будьте как любезны. Объясните мне, почему речь идет об отчислении ученика, когда виновный в поступке уже наказан. Вот именно, уже наказан. Кстати, мама Дмитрия забрала у вас? Кстати, нет. Не забрала, потому что я их ей не отдала, потому что этот ученик не отчислен. Вы, видимо, вообще не выкупаете, да? И это наши учителя. Совсем недавно в школе была драка. Драка? Да, и не просто драка, а в исходе которой одного ученика отчислили. Кто принимал участие в драке? Так это не важно. Простите меня, при чем тут Наташа? Отвечу. Любовь. Ну или... Да, это Наташа, может быть. Он говорит, Наташа, вот может быть Наташа. А Наташи же нету, почему ее нету? Потому что выгнали. Почему форму привезли? Класс, держит и принес. Факт. Была драка. Очислили ученика Платона. А Наташа решила за него отомстить. Да? Подкинуть вонючую рыбу. Одному. А второго подставить с унитазом в коридоре. За такое вы точно отчислили. В первом случае сработало. Шкаф был Димин. А в засаду для меня, во втором случае, угадайте, кто опять попал. Правильно. Дима. Алексей Евгеньевич, только не спрашивайте меня, где я был в этот момент. Так вы поэтому меня не отчислили сразу, Рашид Ажавдатовна. Не, Мо, не будь сэконом. Не будь. Будь всегда мужиком, пожалуйста. Вот умоляю тебя. Я просто молюсь за тебя. Да, Дима, потому что Рашида Жавдатовна изначально поняла, что что-то тут не так. И вы хотите, чтобы я поверил во весь этот бред? Ну, доверьте вы мне, что хотите, в конце концов. Факт есть факт. Документы на отчисления оформлены. Форму ученица уже сдала. Кстати, благодаря показаниям Ксении. Что? Ксюша? Помнишь видео, которое я показывал? Это и есть источник моей информации. Для остальных сейчас... Не верьте, красавчик. Ученику Платону. И он мне любезно рассказал, прям все в деталях, что в этой школе есть еще люди, которые получат под заслугом. Да, Дима? Я никогда не был терпилой просто так. У меня всегда есть план. Ведь я тот самый дерзкий, которого не сломать. Дерзкий, я сейчас тебя сломаю со стола, слезь. Да, терпел, да, думал, да, молчал, да, боялся, и да, тянул. Но в итоге во всем разобрался. Это пока лучше. Я тоже самое делаю сейчас. Действительно браво. Это такая лучшая история для дерзкого. Я уважаю этих мужиков, как он. Это отчисление, которое я видел. Да, у него лайк. Так, получается, одно уже отчислили? Ну да, второго сейчас отчислим. Так вам же дерзкий сказал, что это не я. Дмитрий, сейчас вопрос не о вас. Вообще, успокойтесь. Так, а с этого момента поподробнее. Алексей Евгеньевич, Наташа меня бросила. Это все она. Оказывается, она любила Дима. Вообще-то, Платона. Диму и Платона. Она всех любила, кроме меня. И это уже не первое предательство от нее. Она встречалась с Димой и мутила с Германом. Если бы я не подслушал ее разговор с Ксюшей по телефону в коридоре, я бы до конца жизни булка-булком. Даже Анжела лучше. А я ведь для нее такие сюрпризы делаю. Саша, Наташа еще утром. Наташа чем предала Саша. Молодец. Если бы у него форма в классе нет. Стоп. Что, ну и нигде не будет? Анжела такая. А тебе нужна новенькая? Мы отчисляем кого-то или я домой могу ехать? Да отчисляем, конечно. Подождите вы, подождите. Любовь, юбки, рыба, унитазы. Наташа, Анжела. Бред какой-то. Алексей Евгеньевич. Дерзкого Диму отчисляем. Свет за Наташ. Да, может, отчисляем вас и вашего строителя, прости господи. Вы такой самый худший классный руководитель для этого класса. Восьмого класса нужно выиграть классного руководителя, маньяка и вот этого строителя, который, типа, решили подставить и кладить его чуваку. Подождите, подождите. Это уже четыре отчисления из вашего класса за последние две недели. Вы знаете, даже при географии было меньше. Не, ну, четыре, это много, знаете ли. Знаете что? Рашидов, дерзкий, маму Дмитрия найдите и ко мне в кабинет. А остальные все свободны. В смысле свободны? В прямом. Короче, я от нее такого не ожидал. Я больше орного верну, верну, не верну. Все равно пора шедраить будет. Я так понимаю, вы уже все знаете. Да я уже поняла то, что дерзкий не терпит. Даром на пацана бы кого. У нас получается только одна тупая, закомплексованная телка, да? Маля! Я же говорила, что все будет хорошо, Димочка. Ты у меня самый лучший и я поддержу тебя в любой твоей ситуации. И, честно, я постараюсь больше не быть. агрессирует на тебя. Но я думаю, ты это уже заметил. Я вас, конечно, тоже не особо люблю, но поступать как Наташа, я этого не понимаю. Как она вообще могла пойти на такое? Как, как? Как и обычно. Для нее это ей впервой, да, Ерман? Или этот Волков? Насчет Димона винила во все. Не Ромео и Джульетта, но тоже неплохое кино. И да, Димон, на будущее. Объясни своей маме то, что пытаться решить проблемы за своего ребенка. Это плохая за все. Серьезно, только хуже делает. Это прям кринч. Единственная кринч этого класса это ты. Хасбик на минималку. Мать, думаю, следующий пенсовет будет с твоим участием. Ведь с тебя и так ничего толкового не выйдет, да? Легко быть смелым, когда вместо тебя выгоняют другого человека. Так ты любишь свои дневники? Почему все говорят о каком-то дневнике? Да там дневник, где написано гадость про всех нас в классе. Это же про меня? А ты это у Димона спросишь. Что у меня? Почему вы все думаете, что это мой дневник? Там же только про тебя ничего нет. Но это не значит... Но это не значит, что это Дима. Вчера уже не знаю, кто это сделал. Что веду его я. А кто по итогу ведет Дима? Так, это Варя. Что? Варя? Ну да, Варя. Там же внизу так и написано. Вы что, не читали? Точно про один дневник говорим? Ну да. Валютная чушь. Разве Варя? Серьезно? Квадратная голова Сашки, Полина целовалась. С кем? Ну, помимо Дерского целовалась. А что? Урока нет? Так, Дмитрий, а значит, маме вашей сказала уже? Теперь вам говорю. Вашей маме в эту школу вход дозволен только под моим личным неусыпным контролем. Это понятно? Это понятно, понятно. Мне понятно. Во-первых, и во-вторых, хочу бы задать вопрос, наконец-то, что это, черт подери, за дневник, из-за которого в этой школе происходит постоянный буллинг и проблемы? Рушита Жавдатовна, так все, что было написано в дневнике, это правда? И что с дерзким? Теперь ты понял, кто спал тебе угрозой. Теперь ты понял, кто спал тебе угрозой. А, что? Спал угрозой, я совсем не сожалею о том, что делала. Я спал от людей, которые постоянно всякие дела, всех проблем, удачи, в наших новых проблемах. Всегда от тобой любимая Наташа. Серьезно? Наташа, любимая? Всем не сожалею о том, что я сделала. Я устала от людей, которые постоянно втягивают всех проблем. Удачи вам в ваших новых проблемах. Всегда тобой любимая Наташа. Ну что, друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравится этот ролик. Давайте вживу поставим лайки. Ведь с вами я был Михаил Юрьевич Пацан. Давайте больше лайков, больше подписков. Ведь снова был Михаил Юрьевич Пацан. Всем удачи и пока. Потому что именно вы вершите судьбу наших видосов. А если ты еще не поставил лайк, нажми его прямо сейчас, потому что от вашей активности у Дерзкого с Димой поднимается настроение, а Полина веселится. Всем спасибо и пока.